С каждым годом областной фестиваль семейного художественного творчества привлекает все больше участников. В 2020-м своей работой на конкурс представили около 60 человек – воспитанники детских садов, школьники, их родители, братья и сестры. Пять номинаций – это и звуки семейных аккордов, где семьи представляли песни военных лет, и литературно-музыкальные композиции тоже на тему войны. Это понятно, потому что год такой юбилейный. Писали сочинения про семейную реликвию. С помощью родителей ребята придумали литературные зарисовки о реликвиях, которые хранятся у них дома и бережно передаются из поколения в поколение. Каждый участник с большой любовью и гордостью рассказал о традициях, духовных ценностях, о любимых хобби и увлечениях, о предках, которыми гордится его семья. Семьи Шкретовых и Щетининых из 9-го детского сада представили музыкально-литературную композицию «Марш танкистов». В ней они рассказали о подвиге своих дедов и прадедов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. На данный момент мы считаем, что эта тема очень актуальна. Мы вспоминаем про войну для того, чтобы наши дети не знали, что такое война, чтобы они жили, наслаждались жизнью той, которая сейчас. Дочери Татьяна и Марина с энтузиазмом откликнулись на предложение родителей придумать идеи для участия в фестивале. С головой окунулись в работу, помогали готовить костюм, учили слова. Мамам удалось самое важное – донести до детей, как важно помнить о героизме тех, кто защищал свою родину. Это выступление мы специально приготовили в честь победы, чтобы порадовать, которые нас защищали танкисты. Мы о них помним. Работы победителей муниципального этапа областного фестиваля семейного художественного творчества отправят на финал в Нижний Новгород. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.